С 1 января в Уфе на заправках башнефти и лукойла подорожало топливо. В среднем цены поднялись на 70-75 копеек. Сейчас на АЗС разрешено объявление, в которых говорится, что повышение цен связано с увеличением НДС на 2%. Везде же цены подняты, и на питание, и на бензин, и на все на свете. Живем в стране, где богатство газа и нефти, а плотим бешеные цены. Это ненормально. Ну ощутимо, терпимо, что ж поделать. Также подорожали продукты питания, услуги ЖКХ и многое другое. Ощутили ли эти изменения жители Уфы? Немножко, да, но не более. ЖКХ пока не знаю. А продукты почувствовали. Меня удивило, что молоко подорожало. Ну остальные тоже продукты есть немножечко. Хоть немножечко, да накручено. Я пока еще не заметила. Я отошла в тканьку. Цена на бензин повысилась, чуть ли не на следующий день, поэтому, мне кажется, ощутиться скоро. Я к этому была готова. Новый год приносит новые проблемы, как правило. Ну обратила, цены растут, зарплаты нет. С этого года изменится стоимость проезда в автобусах Баш автотранса. К концу января на междугородних маршрутах цена билета повысится на 2%. На сегодняшний день пассажиры приобретают билеты по прежней стоимости. Частично повысим на пригородных маршрутах в рамках постановления Государственного комитета РБ. По тарифам повышение не коснется городских маршрутов. Из-за повышения ставки НДС многие компании объявили об увеличении стоимости своих товаров и услуг. Выросли тарифы на интернет. О сути изменений и как они повлияли на цены нам рассказали в компании Уфанет. С 1 января 2019 года повысилось НДС с 18 до 20%. А что вообще такое НДС, чтобы было понятно бытовым языком? Когда мы продаем какую-то услугу, государство из этой продажи услуг стоимости забирает часть денег себе. Так вот, раньше они забирали 18% от наших услуг, сейчас они забирают 20% от наших услуг. Чтобы не потерять в стоимости, также быть рентабельным на рынке, многие компании поднимают стоимости, мы не исключение. А как изменились цены? Цены изменились порядка 2%, именно на тот процент, на который поднялся НДС. На какие-то тарифы 1,5%, на какие-то там чуть больше 2%, но в целом примерно 2%. Это на самые распространенные тарифы от 5 до 10 рублей. А где можно узнать о том, как изменился тариф? О том, как изменился тариф, вы можете узнать в офисе, либо на сайте, либо в приложении. Приложении на мобильном телефоне. Ознакомиться с измененными ценами на услуги компании можно на сайте ufane.ru, в офисах, а также в мобильном приложении. Рустам Нурейшев, Роман Угуманов, городской телеканал ЮТВ.